что получается переживаю 28 человек трезвых 1 мая да еще увлеченных оказывается не так все плохо посмотрю знакомая фамилия не знакомая фамилия сейчас посмотрю да сколько можно тоже ну сколько может здесь и 33 вебинар а вы этот самый я вас особо поздравляю сто процентов уверен что вы это гражданин реплик такой же старый патриот такой же старый большевик как и я уверен от души вас поздравляю с праздником и всех вас друзья поздравляю с праздником так теперь брат железов тоже нас поздравляет наталья поздравляет ольга поздравляет лена гречичина поздравляет так арсен тоже поздравляет вот спасибо лобаса тоже не забыл так привет из нижнего новгорода вырожай видимо не видать слева все белая цвета на дожди сыра человек нет подождите хранить у меня был такой однажды весна какая она была холодная ни одной пчелы но что интересно были шмели они оказываются то я к якобы я не беру зачастую монету ну чё прочитал 9 плюс 9 пчел нету плюс 10 пчелы полетели я но это примерно вот еще нам другие причины вот но это главное температура воздуха а шмели не то что много их мало но я смотрю на каждом дереве пошмели он летает летает день на обычный урожай так что погодите огорчаться может пронесет потом расскажете ладно так екатерина сергеевна с праздником подскажите пожалуйста встречали ли вы такую практику при выращивании саженца яблони нормально ли так после прививка черенка на семенной подвой каждый год течение двух лет ой господи пересаживать саженец каждого родственного места и потом такой саженец предлагает продажи дело в общем есть две причины по которой это сложилось целую систему почему это стало практикой чуть ли не мировой объясняю причины две первое когда-то видя что саженец просто дохнет 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 вспомним почему вспомним геоподогенные зоны люди об этом не знали но кто-то однажды взял и сказал себе не хочешь расти на этом месте ведь кстати митюрин весь сад я не знаю только легенды или нет жирная земля у него начали гибнуть замерзать сад причем не маленький и он взял переехал перенес огромные потери денег огромный труд перенес на голый песок я не знаю мне бы побыть там посмотреть где старый был где новый сад разобраться по-настоящему где-то каких-то найти не свидетелей поздно найти людей которые пусть по воспоминаниям почему так получилось как он пошел на это неужели только из-за этого может быть из-за бедности а может быть еще каким-то причинам но получилось так что он из жирного хорошего участка переехала плохой участок это отличие не отлич нет не включены при смотрите человек видит саженец плохая что допустим 18 19 ну когда появился уже 50 надел вот земля плохая видит а может быть супер сможет быть ага мало это питательных веществ может быть суглинок ой там и тогда он его пересадил и вдруг пошел а он радостно и начал подоносить он радостно взял и начал напечатал об этом а вот женщина которая взяла действительно пересадила говорит вот это мне письмо я без нее не могу коротко и так я переснет у меня растет растет год растет два растет и не стоит на месте и все не умирать не растет я пересадила за год как за три дал вот такой пример и тогда получается обвиновато или почва нагленье разве будет абрикоса расти вспомните сочи или это гепатогенная зона и и таким способом укоренилось понятие а не пересадить три раза теперь узаконено и это даже есть у меня есть книга для солипецких переселенцев и там черным по белому написано посадили семена там же другое там надо было выращивать специальное как бы сказать усовершенствовать корни а это означало посадили семена они растут бывало еще и второй год растут потому что могли плохо расти потом выкапывается отрезается центральный корень пикировка называется да вот садится снова растет года потом выкапывать и вот они прекрасная корни а дальше идет уже потеряно 3-4 года это есть такое это тоже как бы узаконено теперь давайте вы поняли да и так гепатогенная зона плохая почва в одном случае втором случае создание идеальное каким кажется если ошибка центральный корень обязан быть а здесь создание якобы идеальной пышной корней смотрим дальше нет не так возвращаемся к письму не встречал я такую практику после привыкли черенка на семенной подой к живой течение 200 лет пересаживаю каждого самого места и потом предлагает продаж так вот каждый раз когда на новое место по неволе калечиться корневая система и что сажать не погибают уж поливаются его каждый раз он становится не то что в россии есть же пределах что продать полтора-два метра дальше то куда а вот пышнее пышнее и вот всех приходит на вот он саженец ему уже четыре пять лет цветочек посек полно плодовое образование полно и пышные пышные корни я не понимаю зачем когда можно было этого добиться за один год принципе вот есть такая проблема особенно у груш однолетний выкопал а там корни они туда ниже идут а уже не выкопаешь есть проблема да действительно но большинстве случаев большинстве пункт я показывал в компании с большим комом земли варианты ком земли в картонную коробку с картонной коробки посадил всегда можно найти способ как обойти это и не выращивать три четыре пять лет а здесь еще раз что после прививки на посевном подумает два-три года пересаживать через два-три года новое место каждый раз новое место вот очень долго и потом продавать я вот не понимаю продавцов они не знают другого способа ну ладно там старинная книга там четко написано отрезал центральный корень но на второй год дает пышные корни ну получается два-три года но извините вас сколько пять-шесть лет что ли вот а вы пишите для чего это делается такой саж можно приобретать я вам скажу как происходит есть еще я два причина зон там гепатогенная зона плохая почва раз специальное вращение чтобы ли густые корни вас соблазит 2 а вторая причина еще банальнее сказать вы только держитесь за стул ладно это нормально я с этим случаем столкнулся когда вижу вот такие саженцы как вы сказали и корни прекрасная пышна я подхожу вот и говорю где вы приобретете саженцы вы сами выросили перекупщики мне смотрят честно в глаза и говорят сами где у вас сад они говорят деревне кстати в калах живет олег сарматка тот который вам делает ножи привычные там каждый год 40 там никаких садов продают а что черешни персики вот кроме ананаса все продают вот и тут я задаю вопрос а в калах нет никакого сада они не растерялись а мы там не растим мы доращиваем а теперь давайте расшифруем слово доращивать оно появилось несколько лет назад заводится большое количество саженцев дела все хуже на рынке и люди продать не могут все желание не могут допустим 1000 завезли подали 500 куда девать со стороны 500 правильно посадили их просто посадили может быть назвать прикол как хотите не прикупь растут стать они живые они и хоть садик и при капу сарнасти будут и тогда они же совершили или осенью или следующей весной вот и вот тогда получается что каждого что либо могут мозги запутать и лапши навешать что-то делается специально читая вас каждый год течение двухсерых лет каждый год два то есть два-три пересадки пересадиваются каждый раз в новое место а на самом деле его выкопали отвезли на рынок продать не смогли опять посадили опять год прошел слава богу еще живой опять на рынок опять ну что нормально объяснил идем дальше а можно ли приобретать нет это южане . попробуйте найти местного знаете у меня два новых друга а 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 Алексей и Антон кажется ну как друга я с ними лично не знаком один со мной общается а второй тот который 5 гектаров а потом около 50 гектаров и он еще купил тысячи саженцев я уже и тот подозрительный этот где он покупает уже не то что обругал задавал вопрос у них нет этого сада они берут в одном месте по двое в другом месте приводит вроде бы выращивать вроде бы место вроде по-честному это не серьезно и середина человек до десятки сотни тысяч выложил чтобы посадить уже 50 гектаров а а только вас путаю а а Алексей Андреев или этот самый или Антон ну один который со мной общается а другой он ему кстати мои костики предлагал что такое и вот меня убило вот это вот сколько купил добра этого а у людей они молодцы я тоже мог бы так делать но у меня позади то сад сорокалетний а а здесь то в одном месте по двое в другом полевое привели вырастили продали и вроде почти и даже местные что будет потом а они знают железо они знают что нельзя нижние скелетные ветки отрезать они знают что при посадке они должны были научить сами и как Сергей железо верхнюю часть отрезать вот тогда будут даже вот такие пойдут других просто нет у Сергея уже нет тогда еще можно и годы жалко и тогда он мог накупить у них пусть они таким путем выращены хоть что-то будет а если опять искусственный штамп а если опять ни одно сверху ни одно ветки не отрезаны и это все дохнуть будет так ну что вопрос помните такой сайт сможем приобретать вот такой как вот здесь 20 раз пересаживали скорее всего доращивали от этого от беспомощности от как сказать просто чтобы сохранить деньги которые уже это лишний год продержать хоть это невыгодно но лучше чем выбросить вот это вот скорее всего южная саженца южная а и и и